Привет! Поисковая оптимизация это мощный инструмент для увеличения трафика вашего сайта. Но ваш инстаграм аккаунт тоже требует внимания и тоже хочет оказаться в верхней части результатов поиска. Очевидно, вы усердно работаете над тем, чтобы ваш сайт поместился как можно выше в рейтинге в поисковых системах. Но немногие предприниматели и маркетологи знают, что SEO полезно не только для поисковых систем Google, Bing или же Яндекс, оно также применимо и для социальных сетей. SEO в социальных сетях может помочь в продвижении своего аккаунта, в увеличении количества подписчиков и в увеличении роста самой позиции вашей странички Instagram. Instagram идеально подходит для оптимизации, ведь по своей сути это такая маленькая поисковая система, где SEO идеально работает. Instagram оценивает хорошо оптимизированные страницы гораздо выше, соответственно это привлекает гораздо больше активных потенциальных подписчиков, повышает заинтересованность и рейтинг доверия к странице. Все это приводит еще к более высокому рейтингу вашей страницы. Хотя SEO для Instagram страниц может показаться максимально простым, но многие владельцы бизнеса и маркетологи допускают самые распространенные ошибки. Меня зовут Алена Полюхович и в сегодняшнем уроке мы с вами поговорим о том, как избежать 5 самых распространенных ошибок при оптимизации своей странички в Instagram. Во-первых, все, что вы загружаете в Instagram, должно быть логичным. Все должно подчиняться какой-то логике. Ваши посты, ваши подписи, релевантность хэштегов, частота, с которой вы постите и так далее. Конечно, всю эту последовательность за одну ночь вы не сделаете. Поэтому придется существенно заморочиться, продумать стиль вашего Instagram странички, все возможные подписи, публикации, на какую тему вы будете публиковать, что вы будете показывать, какие хэштеги вы будете предоставлять. Также запланировать на определенный период сразу же несколько публикаций. И в этом вам могут помочь определенные различные сторонние сервисы для планирования и для отложенного постинга. Для достижения своих бизнес-целей вам необходимо сохранять какую-то последовательность, то есть частоту, с которой вы публикуете свои видео или же фотографии. Конечно же, нет идеального одного времени и также частоты, с которой стоит выкладывать посты. Для каждого Instagram аккаунта она своя собственная. Но абсолютно ничего не мешает вам вывести идеальное время и идеальное количество публикаций конкретно в вашем случае. Просто тестируйте и анализируйте. Вторая распространенная ошибка – это хэштеги. Вы обязательно должны использовать хэштеги, которые связаны с вашим бизнесом, с вашими услугами или же с вашими товарами. Хэштеги – это своего рода поисковые ключи. И, казалось бы, что сложного в выборе хэштегов, но как раз-таки тут допускают две основные ошибки. Во-первых, многие включают нерелевантные хэштеги, то есть хэштег, который совершенно не подходит под описание данного фото, под описание вашего бренда или же услуги, которую вы показываете или же рекламируете. Если вы заметили небольшое количество просмотров под вашим постом с каким-либо хэштегом, то, скорее всего, пользователь хотел видеть совершенно не этот контент под данным хэштегом. И вы его просто неправильно подобрали. Перед тем, как использовать хэштеги, проведите небольшой анализ. Посмотрите на конкурентов, которые используют такие же товары или услуги, какие хэштеги используют они. Также не выбирайте хэштеги с огромным количеством показов разного контента. Например, если вы видите хэштеги, и у него 100 тысяч использований, то, скорее всего, ваш контент просто затеряется среди такого огромного количества постов. Например, представим, что вы владелец кафе. Вы сделали очень крутой кадр с чашкой латы, но хотите использовать какой-то популярный хэштег. И вы такие берете и ставите хэштег, например, «Оскар2020». И что мы видим, что очень мало людей вообще просматривают, лайкают, взаимодействуют как-то с вашей публикацией. И вот еще один маленький лайфхак. Никогда не оставляйте в стороне брендовые хэштеги. Название вашей кофе, ну, что-нибудь в этом духе. Потому что если у вас огромный бизнес, то, скорее всего, вас будут искать именно по бренду. Другая же крайность – это то, что люди вообще не используют хэштеги. И это грубейшая ошибка. Ведь с помощью хэштегов люди находят именно вас, ваш товар или же вашу услугу. И вот здесь, кстати, тоже есть такой маленький лайфхак. Не нужно использовать для каждого поста, для каждой публикации одну и ту же группу хэштегов. Потому что Инстаграм это считает спамом. Третья распространенная ошибка – это вы не меняете геолокацию. Понятное дело, если вы, например, владелец кафе, и у вас всего лишь одна точка в одном районе, в одном городе, у вас, конечно, нет такой возможности, чтобы менять постоянно геолокацию. Потому что иначе вы будете привлекать нерелевантную аудиторию. Но если же у вас доставка по всему миру, к примеру, или у вас много точек, то обязательно периодично меняйте геолокацию. Следующая распространенная ошибка – это ваше имя пользователя недоступно для поиска. Ваше имя пользователя – это то самое важное, в чем вы должны сразу дать понятие потенциальной аудитории, кто вы, что вы собой представляете. Оно должно быть легко читаемым, не содержать ничего лишнего, легко вбиваться в поиск. Подумайте о старых добрых методах SEO и представьте, что ваше имя пользователя – это поисковый запрос, который будут вбивать пользователи, чтобы найти ваш товар или услугу. Пятая ошибка – это вы не используете альт-текст в Instagram. Изначально альт-текст был придуман для того, чтобы люди с ослабленным зрением смогли также наравне с другими наслаждаться контентом в Instagram. Ну а теперь маркетологи используют это для оптимизации странички. Чтобы найти данный инструмент, при публикации нового контента, просто прокрутите вниз страницы до дополнительных настроек, пока вы не найдете добавить альтернативный текст. Нажимаете туда, ну и добавляете описание, то есть полностью опишите, что происходит на картинке. Например, если вы публикуете жгучую брюнетку с длинными черными волосами, напишите «длинноволосая брюнетка с черными волосами». И в следующий раз, когда пользователи будут искать подобные картинки, они наткнутся на ваш контент. Не забудьте оптимизировать и свое изображение. Оно должно быть четким и качественным, чтобы алгоритмы Instagram смогли распознать, что же там находится. Шестая ошибка – это вы не включаете ключевые слова в раздел «Био» в Instagram. Конечно, не стоит перегружать там текстом все, но придумайте максимально точно, лаконично, хорошие ключевые слова, которые помогут потенциальным пользователям находить вас. Соответственно, если вы продумаете хорошие био, используя ключевые слова, то ваша страничка будет с высокой вероятностью показываться в поиске на первых местах. Ну и, конечно, когда вы пишете описание под фото, вы также можете и даже нужно использовать ключевые слова. Конечно, не нужно это делать бездумно и нечитабельно. Вы можете взять пару-тройку ключевых слов и раскидать их по тексту поста. SEO – это не ракетостроение. Все, что вам нужно, это применять ваши знания по SEO для социальных сетей и переносить их туда, и избегать самых типичных ошибок. Какие бы цели перед собой в маркетинге Instagram вы не ставили, вы должны помнить, что SEO важно как в социальных сетях, так и на внешних веб-сайтах. Оптимизация влияет на общий рейтинг страниц Instagram, а также на видимость вашей страницы для других пользователей. Пишите, задавайте свои вопросики, пишите, что из знаний нового и интересного. Не забывайте делиться нашими аудиоподкастами, видео на YouTube со своими друзьями. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, на наш Instagram-канал, добавляйтесь в нашу Telegram-группу, подписывайтесь на наш YouTube-канал и на наши аудиоподкасты. Желаю вам удачных продаж и до новых встреч! Продолжение следует...